Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня поговорим о компании, которая вызывает достаточно много интересов у инвесторов. Это компания ProtoLabs. Первый фактор интереса это развитие 3D печати. Компания работает в такой довольно-таки инновационной сфере. И второй фактор это ее существенное снижение спиков. Как вы видите, она очень серьезно выросла, потом очень хорошо скорректировалась. Коррекция тут в районе 50%. Итак, поставлю свою субъективную оценку, проведу анализ, вывод делает только вам, инвесторам. Итак, давайте начнем с описания, чем занимается ProtoLabs. Это ведущий мировой поставщик услуг цифрового производства. Эта технологичная компания производит нестандартные компоненты всего за один день с помощью автоматизированной 3D печати, обработки с ЧПУ, изготовления листового металла и литья под давлением. Его цифровой подход к производству позволяет ускорить вывод продукта на рынок, снизить производственные затраты, обеспечить гибкость цепочки поставок на протяжении всего жизненного цикла продукта. То есть компания совмещает, скажем так, классические варианты разработок, производство продукции с 3D печатью. И хотел бы добавить еще такой момент, значит, что отделяет ProtoLabs от ряда других компаний-конкурентов, которые тоже занимаются литьем, которые занимаются обработкой с ЧПУ. Значит, производство любого нового продукта всегда требовало много времени и денег. Оборудование, формы и машины необходимы для производства одной новой конструкции, одинаково независимо от того, производит ли компания деталь или выпускает тысячи. По этой причине инновации в производстве всегда были направлены на более эффективное и массовое производство деталей, а не на быструю адаптацию к новым конструкциям. И плюс ProtoLabs в том, что компания перевернула эту модель с ног на голову, построив целый бизнес на доставке нестандартных деталей с беспрецедентной скоростью. То есть она добивается этого при помощи 3D печати, где компоненты создаются путем наращивания материала, а не обрезания лишнего материала. То есть классические варианты производства, они все-таки заточены на то, чтобы из заготовки сделать какую-то деталь, соответственно, лишний металл отсекается. Здесь же наоборот лишний металл наращивается. Довольно-таки интересно. И вот компания смогла изготовить новые компоненты для ИВЛ, диагностического оборудования. То есть в принципе это может быть интересно. Такой вот, скажем так, классический производитель металлоизделий, он использует инновационные технологии. По конкуренции здесь есть, безусловно, ряд конкурентов. Все компании небольшие. У компании Valmont Industries капитализация наибольшая, 5 миллиардов долларов. Но смотреть их смысла большого нет, поскольку здесь Protolabs, она интересна прежде всего как такой некий инновационный разработчик. И второй еще нюанс, который интересует подписчиков, который интересует инвесторов, это Кэти Вуд, всем известная, которой очень много новостей, которой очень много пишут. Она купила эту компанию, правда, до падения. То есть сейчас по этой компании у нее большой минус, но она на нее ставит. То есть это тоже вызывает интерес инвесторов. Мой интерес не вызывает. Я смотрел портфель Кэти Вуд, ничего, в общем-то, меня не заинтересовало, но это может быть интересно. То есть ее мнение тоже стоит учитывать. Итак, давайте посмотрим сам Protolabs, что он из себя представляет, как компания сейчас стоит 120 долларов. Долговой нагрузки, в принципе, у него, можно сказать, нет. Никаких проблем с долгом тоже нет. Маржинальность на уровне рынка, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов достаточно адекватны такие, средненькие, не являются выдающимися. Довольно большое количество ликвидного кэша на счетах при практической отсутствии долговой нагрузки. То есть деньги у компании есть. По мультипликаторам выглядит дороговато. То есть, безусловно, компания дорогая в мультипликаторах, если говорить о конкурентах и если говорить о компании в частности. То есть соотношение рыночной цены к прибыли, которую компания зарабатывает, 63. То есть, условно говоря, окупаемость компании 63 года. Это очень много, даже учитывая и сравнивая с IT-технологиями, с техами, это очень высокий показатель. Соотношение рыночной цены к балансовой стоимости, то есть к той стоимости, которую фактически имеет оборудование компании, ее разработки, ее неразвешенное производство, ее здание и сооружение в собственности. Один к пяти тоже дорого, безусловно. То есть за один доллар компании мы платим 5 долларов. Такие мультипликаторы, они интересны для компаний с очень растущими финансовыми потоками, с существенными финансовыми потоками и высокими перспективами на будущие периоды. То есть если компания показывает рост выручки, рост прибыли на 20, на 30, на 40 процентов в год, такие показатели могут быть адекватными. То есть в цены может быть заложен определенный аванс, при удержании актива компания будет развиваться, и инвестор получит по текущей стоимости адекватную компанию через год, например, или через два года. Давайте разберемся, является ли протолапс такой компанией или не является. Здесь неплохой прослеживается рост. Безусловно, с 2009 года данные отображаются, выручка растет, прибыль растет, операционный денежный поток, свободный денежный поток, все растет, развивается, но в последние годы появились некоторые проблемы, которые не являются стагнационными, они даже являются нисходящими. То есть по отношению к 2019 году выручка снизилась, прибыль снизилась. Об этом мы видим в отчете. Собственно, тоже, кому интересно, сможете это дело посмотреть. Есть снижение некоторых финансовых результатов. И, в общем-то, по структуре, если мы смотрим структуру дохода, литье под давлением, стандартная, скажем, такая опция, обработка с ЧПУ, тоже стандартная опция, листовой металл. Вот 3D-печать, как бы то направление, которое выделяет протолапс из других компаний. Не очень большой объем выручки приносит это направление, немножко он подрос, здесь менее чем на 10%, даже тут порядка, наверное, 3-4%. Небольшой рост 2019 по отношению к 2020 году. Также литье под давлением тут немножко выросло, обработка с ЧПУ снизилась. То есть общий сегмент валовой прибыли, вы видите, снизился с 56 до 52. Не очень хорошо и уже начинает вызывать вопросы. То есть у меня, как у инвестора, появляется сомнение, стоит ли в такую компанию инвестировать. С огромным авансом, надо сказать, вот предыдущий ролик я делал по Амазону, у нее ПЕ в районе 70 с копейками, там 75-78, но у нее очень высокий ростовой потенциал, от 20 до 50% в год. Эта компания, ну по уровню примерно то же самое, но компания маленькая. Сможет ли она показать такой потенциал? Давайте разбираться дальше. Итак, значит по отчету мы посмотрели некоторые данные, что есть проблемки у компании. Не так быстро она наращивает финансовые потоки, как хотелось бы. Если последним 3 годам посмотрим, выручка росла примерно на 8%, это связано со снижением в 2020 году, и прибыль без учета единовременных статей снизилась 0,7%. То есть такая вот не ракета, скажем так, по финансовым потокам. По стратегии, эту компанию можно рассматривать как ростовую. То есть дивидендов она не платит, поэтому мы иные стратегии. Дивидендные, пенсионные, рост плюс дивиденды не рассматриваем, остается у нас только ростовая стратегия. И что о компании можно сказать? Есть небольшое отображение байбека, обратного выкупа акций. Но здесь довольно-таки специфично. Видимо, захвачен был какой-то период. Я смотрю здесь статичное количество акций, обыкновенных в обращении. Возможно, есть какой-то небольшой нюанс. Вот за вот этими 0,27, может быть там какие-то 10-тысячные доли акций. Вообще была доп. эмиссия довольно существенная. Сейчас компания не наращивает долговую нагрузку, она ей не требуется. И акции в обращении не выпускает. То есть с этим стабильно. Можем ли мы ожидать увеличения котировок ввиду обратного выкупа серьезного? Потому что если компания будет выкупать 2-3-5% собственных акций, то можно рассчитывать на некоторый позитив в отношении котировок. Здесь же мы видим, что компания статична в этом состоянии. То есть на buyback рассчитывать не стоит в плане котировок. Давайте еще в цифрах по ней пройдемся. В общем-то все было неплохо, как мы уже посмотрели на визуальных рядах. Соответственно, это несколько ситуаций, она изменилась. По долговой нагрузке компании не свойственна. Значит, долговая нагрузка, она практически не использует кредитное плечо. Это является и плюсом, и минусом. С одной стороны, у компании нет долговой нагрузки. Это делает ее более устойчивой. С другой стороны, любая американская компания может взять деньги в долг под низкий процент и использовать этот финансовый рычаг, чтобы развиваться более стремительно. Купить конкурентов, купить новое оборудование и так далее. То есть тут явных шагов компания не делает в этом отношении. Хотя, может быть, это направление интересное, но я вас уверяю, компания виднее. Может ли она в каком-то ключе более интенсивно развиваться, потому что у нее есть связи с поставщиками, есть связи с потребителями. Она понимает конъюнктуру рынка. То есть оборудование купить можно всегда, лишь бы оно было востребовано, а не служило как минус в плане амортизации. По количеству активов, активы у компании возрастают, это неплохо. То есть генераторов выручки и прибыли становятся больше. Собственный капитал, акционерный капитал у компании растет. Компания, соответственно, как мы видели, активы наращивает. Здесь отображено в балансе на приобретение основных средств. Есть вложения в бизнесы периодически. 2018 год, 2017 год. И есть инвестиции от компании. И, собственно, есть рост свободного денежного потока. По тем данным, которые я привел, и касательно мультипликаторов, и касательно самих цифр из отчетности, видно, что компания устойчивая. То есть к ней вопросов никаких нет. Это неплохой актив. То есть компания растет, развивается системно, систематически. Есть к чему стремиться. Шаги не семимильные, но, тем не менее, это адекватное, понятное развитие. То есть мне эта компания, в принципе, импонирует как бизнес. Но то, что я уже отобразил эти данные, очень считаю, что она дорогая. То есть исходя из текущих цен и касательно будущих перспективов, а касательно будущих перспективов хочу отметить следующее. Ожидается увеличение в 2021 году выручки примерно на 10% до 10%. И по прибыли, исходя из маржинальности, будет увеличение порядка 10%, максимум 15%. Соответственно, мы увидим удешевление мультипликаторов, которые видим сейчас, исходя из тех показателей, которые, наверное, все покажут. И в любом случае это будет дорого для компании даже через год. Но это еще нужно взять в рассмотрение, что деньги будут инвестированы сейчас. К примеру, если мы купим компанию в текущих отметках, и они пролежат в районе 8 месяцев, 10-12 месяцев, они тоже могли бы работать в другом активе. То есть интересно или неинтересно? Мне, пожалуй, неинтересно, потому что я вижу, что компания переоценена в настоящее время. Этот хайп, который с ней произошел, собственно, который мы видим в котировках, вот она здесь взлетела. Почему она взлетела? Не почему. Так же, как и в других компаниях, и в Якомси Биэс, и в Дискавери, и в огромном количестве активов и ракет, ее раздули, сдули, вот, собственно, и все. Сейчас, похоже, что точка входа в него хорошая, но я считаю, что этот бизнес не стоит столько, сколько он сейчас торгуется, а за сколько на рынке. Мнение субъективное, безусловно, не значит, что компания будет падать, но я бы скорее дал прогноз к тому, что она в среднесрочной перспективе снизится. Повторю, что среднесрочная перспектива – это не завтра, не через неделю, а даже не через 11 дней. Это может занять, скажем, несколько месяцев. И компания, в любом случае, будет магнититься к своей справедливой стоимости. Далее, давайте посмотрим по оценкам аналитиков, что считают аналитики насчет компании ProtoLabs. У нас два аналитика за последние 12 месяцев высказались о потенциале компании и средняя оценка – 167 долларов. Я здесь с аналитиками не солидарен, я часто бываю с ними не солидарен и считаю, что вам не стоит слушать меня, не стоит слушать аналитиков. Часто об этом говорю. Слушайте только себя и анализируйте компании самостоятельно. Все за и против. Спокойный, легкий расчет. Посмотрели, посчитали, прикинули. Только таким образом. Не стоит покупать компании по новостным лентам. Очень часто про хайповые активы после роликов я получаю комментарии о том, что вот такая продукция у нее, такая-то перспектива. То есть по рекламным буклетам очень многие смотрят. Да, они красивые, их просто читать. Очень все здорово в этих буклетах. Но они не отображают действительность. Ни одна компания, ни одна организация про себя не напишет плохо. То есть там выбраны только те моменты, какие-то перспективные, которые хочет показать актив. И они не отображают того, что на самом деле происходит в компании. То есть нужно смотреть объективные источники информации. А это прежде всего отчет компании или вот такие вот агрегаторы вроде Гуруфокуса. То есть по ним стоит ориентироваться, не по рекламам, не по маркетингу. Значит, такое лирическое отступление. Каждый должен посмотреть компанию. Итак, исходя из перспектив, которые отражает ProtoLabs, исходя из приобретений, мы здесь и по динамике мультипликатора ПЕС на нового мультипликатора с темосного видим, что компания сейчас находится в более высоких отметках, чем она торгуется обычно. И я бы сказал, что актив с учетом его потенциала до конца 2021 года переоценен процентов на 30. То есть это мое субъективное мнение, считая его справедливой ценой, минус 30%. Те цены были бы более-менее интересны. Вот я установил интересную отметку для меня. Это 92 доллара примерно для ProtoLabs. То есть вот эту цену я считаю справедливой. Можно рассмотреть покупку от нее, если компания к ней придет постепенно. Либо же, значит, более дешевые цены будут иметь место быть. Будем отталкиваться уже от рынка. То есть в текущей цене я бы ProtoLabs приобретать, пожалуй, не стал. Но повторюсь, что оценка справедливой стоимости, которая, я считаю, находится здесь, она не говорит о том, что компания будет однозначно падать. Если начнется хайп, начнутся раздавать активы, так же, как она выстрелила, вот здесь вот просто на пустом месте почти в два раза выросла. То есть она может и отсюда вырасти в два раза. Но это элемент лотереи. То есть может вырасти, может не вырасти. Скорее, значит, не вырастет. Но может все-таки начать расти. Стоит за компанией наблюдать. Стоит наблюдать за индустрией, в которой работает компания. Если будут появляться признаки к восстановлению, признаки к интересу рынка, то можно, безусловно, рассмотреть компанию как в спекулятивных целях, так и со среднесрочной перспективой. То есть однозначно, скажем, актив сейчас для меня не интересен, но с появлением признаков восстановления можно в него и войти на какой-то промежуток времени. Конечно, в долгий срок лучше покупать компании, которые находятся в недооценке, в которых есть максимальная доля уверенности, понимания, почему их стоит купить, потому что их бизнес сейчас недооценен, и он наверняка придет справедливой оценке. Сейчас же здесь мы видим довольно сильный уровень, в районе 110, от него начали откупать, но пока однозначной динамики нет, и я вполне не исключаю, что компания все-таки пойдет дальше вниз остывать. Сейчас очень дорогая в отношении тех показателей, которые она, вероятнее всего, покажет в перспективе. На этом, пожалуй, все. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, не пропускайте следующее видео. Также всегда буду рад видеть вас в открытом телеграм-канале или в доходном клубе, в приватном канале, где отображаю свои сделки в реальном времени, даю информацию по интересным активам. На этом, пожалуй, все. Всем удачи в инвестициях. Всего доброго. До свидания.